Остров Змеиный, форпост Украины в Черном море. Впервые после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе нашу съемочную группу пустили на эту режимную территорию. Все подробности расскажет Андрей Анастасов. От большой земли до Змеиного 40 километров по морю. То, что три года остров был фактически закрыт для журналистов, вполне объяснимо. Дело в том, что помимо пограничников, теперь там располагаются и военно-морские силы. Снимать на камеру объекты ВМС по-прежнему запрещено. Нам показывают лишь погранзаставу. Здесь ведется радиотехническое и визуальное наблюдение за акваторией. Периодически возле острова проходят и российские корабли. По периметру появились непривычные для Змеиного оборонительные сооружения на случай нападения диверсионно-разведывательных групп. Боевые действия мы не ведем, но напряжение чувствуется. А как же? Контролируем, отстеживаем, передаем, сохраняем. Группа народных депутатов вот уже 18 дней объезжает участки украинской границы, соседствующие с Россией. Побывали на Донбассе, в районе Крыма, Приднестровья. И вот конечный пункт Змеиный. Основной вывод – нужно срочно дорабатывать закон о госгранице. Например, неясно, как быть пограничником, если участок кордона, который нужно укреплять, проходит по чьей-то территории. Прикордонники, когда этот визжут или риф делают, они не должны думать, как это примет местное население. Держава должна запропоновать механизм обмена этих паев, або компенсация им границами, або компенсация землей в других местах. Вообще, по словам Сергея Рудыка, нужно четко определить, какие структуры занимаются госграницей и каковы их функции. Пока же с этим есть проблемы. Прикордонники должны охранять кордон, а не строить любые споруды. Это нужно делать специализированное агентство. Что касается инфраструктурных проблем Змеиного, то местные жители жалуются. До сих пор не решена главная проблема острова. Энергоснабжение, ветродизельную электростанцию так и не достроили, да и причал уже разрушился. Поэтому невозможно доставить оборудование. Все написаны документы, все инстанции, но нет выделения с государственного бюджета средств. Это все заморожено, это все стоит мертвым грузом. Всю информацию, которую депутаты собрали за три недели, проанализируют, а после разработают как минимум 10 законопроектов. Если изменения в законодательство будут внесены, украинская граница должна стать значительно надежнее. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Продолжение следует... Продолжение следует...